Всем привет! Сегодня у нас 27 марта. Мы на пасеке. Солнечный день, есть немного облаков, но в целом день стоит хороший, теплый, безветренный. Проведем небольшую ревизию пасеки, посмотрим. Мы их уже подкормили. Какие-то семьи больше съели корма, какие-то меньше. Летает уже вовсю. Носят воду. Здесь вот поставили им водичка. Пьют. Вода им нужна сейчас для расплода. Скоро будем чистить ульи. Мы их меняем каждый год. То есть пересаживаем из каждого улья, пересаживаем в другой улья, уже вычищенный, обожженный. То есть их меняем. Конечно, они могут сильные семьи сами себе вычистить, но все равно лучше перебрать. У нас пасека небольшая. Примерно 20-25 семей держим. Не больше 30 получается. Какие-то гибнут, какие-то опять роятся. В среднем получается 20-25 держим. То есть такие это можно и пересмотреть все, почистить. Недолго. Посмотрим. Вот у нас в два ряда они стоят. Вот снег еще лежит. Везде летают. Вот такие вешаем весной кормушки. Красота. Летают как лето. Гул стоит. Зима была нынче теплая. Вообще перезимовали хорошо пчелы. Только один улья погиб всего. Ну обычно там бывают пять, три-пять, бывают погибнет. То есть это нормально. Бывает, что вообще все выходят... Ну небольшой отход бывает, ничего страшного. Потом они раями как бы опять добавляются и в принципе держатся все. На одном уровне у нас пасека примерно по количеству. Вот тут второй ряд у нас. Вот два ряда. А вот там третий. Там пустые ульи. Ну меняем. Либо раи туда садим. Либо их как бы используем как чистые вот сейчас. Переберем их тоже. Обожжем паяльной лампой. Вычистим. Вот они вычищают. Смотри, сами уже вытаскивают под мор погибших зимой пчел. Видите, сколько их здесь. Но бывает под мор достаточно много, поэтому они долго будут убирать его. И мусор там, и крышечки, которые вот они выгрызают с сотов. Чтобы им не тратить лишнюю энергию на это, мы им поможем почиститься. Но я думаю, что где-нибудь уже сейчас в апреле обогреет еще. Будет дневная температура уже будет где-нибудь прогреться. Не знаю, градусов до 10-15. Чтобы было тепло. Вот смотрите, сколько они уже вытащили. Видно на камере, нет? Вот сколько под мор и целые тут горсти валяются. Это все они сами вытаскивают. Но у нас еще пока ничего не цветет. Ива начинает где-то еще немного. То есть пока их надо конечно подкормить, которые слабые семьи. Не то что слабые, а у которых корма мало. Им точно не хватит до первых цветков. Сейчас они используют корм хорошо. Им сейчас это надо. И расплод кормить. И себя кормить. Вот такая пасека. Небольшая деревенская пасека. Там у нас луга, речка. Мед у нас разнотравный получается. И клевер, кипрей, малина. И много разных других там цветов полевых. Деревня практически не живая. Поэтому и пчелы никому не мешают. В последнее время мы их никуда не перевозим на лето. Здесь хватает медоносные базы. А зимуют они у нас вот здесь. Такое зимовье из сруба старого. Построили. Покажу примерно. Не видно будет. Свет включать. Ну вот там вот. У нас свет попал. Вот такие сделаны. Полки такие вот. То есть два яруса делаем. Видим, на них ставим. Но не на самую землю. На доски и наверх. которые полегче. Закидываем улей. Вот так вот подберем. И сделана еще печка. Ну это сильное морозы. Если как-то было под 40 градусов и больше. Так немножко подтопить. На ночь. Ну совсем немного. А нынче было тепло. Что нам пришлось очень рано их выносить. Поэтому печка не понадобилась. Зима была очень теплая. Привезли мне тут уже вощину. Поменяли на воск. Вот уже и пчелы на нее летят. Сейчас я солнце ее уберу. Посмотреть, что там привезли. Вот такая овощинка. Будем рамочки наваскивать. Красота. И запах как пахнет. Сейчас пчелы налетят. Ладно. Уберем ее. Солнце убрать. Может пчелы на нее летят. Значит натуральная. Отличная погода. Пчелы летают. Что еще надо. Можно сидеть, наблюдать бесконечно за ними. Ладно. Теперь, когда будем пересаживать, сниму еще сюжетик. Покажу, как мы их пересаживаем. Как чистим ульи. Все. Всем пока.